Парикмахер ТВ Смотрите наши мастер-классы на Парикмахер ТВ Перед тем, как выполнить прическу, мы сделали гофре на волосах от корней к концу. После этого мы накрутили волосы на щипцы достаточно крупного диаметра, для того, чтобы волосы получились пластичными. Я делю волосы через макушечную зону от уха до уха. Сейчас я выделяю блок макушечной зоны в виде треугольника. Я временно заколю макушечную зону, для того, чтобы я в дальнейшем работала с другим блоком. Также я разделю теменную зону, выделю зону челки, также треугольным пробором. При выделении челки я должна определиться с пробором. Нужно обратить внимание, что зону челки я определяю в зависимости от того, где находится наш пробор. Подкалываю я шпильками, для того, чтобы у меня не было залома. Таким образом я получила макушечную зону, две височно-боковые зону челки и затылочную. Всю затылочную зону я соберу в один хвост и выполню валик. Для придания объема я буду использовать такого рода валик, на котором и будет весь акцент моей прически. Я закалываю валик шпильками, придавая при этом нужную форму. Сейчас я приступаю к макушечной зоне. Выполняю перекрут. И создаю нужную мне форму в зоне макушки. При помощи хвостика я создаю объем макушечной зоны. Височно-боковую зону я очесываю от лица, соединяя вместе с макушечной зоной, чтобы это было единое целое. Эти волосы я точно так же перекручиваю и фиксирую при помощи шпильки. У меня получилась единая линия височно-боковой зоны и макушечной зоны. Следующим шагом у меня будет височно-боковая зона с другой стороны. Я аналогично ее соединяю с макушечной зоной. Фиксирую лак. Зону челки я разделю на 4 части. И каждую часть я начешу от корня. Зафиксирую лаком при корневой зоне. Таким образом у меня получится объем в корневой зоне нашей челки. Теперь точно так же пошагово выделяю пряди, выполняю полукруг, фиксирую лаком, делаю перекрут. Перекрут фиксирую шпилькой. Каждую последующую прядь я отчесываю, придавая при этом полукруг. Фиксирую лаком. И в зоне макушки я перекручиваю прядь. Выделяем следующую прядь. У основания фиксируем. И вытягиваем полукругом. Я перекручиваю у основания пряди в противоположную сторону. Перекручивание пряди на затылочной зоне придает нам такую рельефность. Я аккуратно при помощи большого пальца вытягиваю полукруг, переворачиваю и фиксирую при помощи большой шпильки. После полученного результата фиксирую. Я закалываю последнюю прядь. Обратите внимание на рисунок. Такой полуоборот. Я использую достаточно большое количество шпилек, которые мне помогут сохранить форму. Пока волосы не зафиксированы, я моделирую. Получив нужную форму, я фиксирую лаком. После того, как мы закончили работать в затылочной зоне челки, мы переходим к лицевой стороне и подчищаем наши рельефы. Край рельефа я слегка подворачиваю, чтобы создать трехмерный объем. Я перешла к затылочной зоне. Выделенную прядь я слегка подчешу с внутренней стороны пряди. При этом прядь у меня должна быть достаточно аккуратная. Это важно, потому что я из этой пряди уже буду делать элемент, и он должен быть чистым. Выделенную прядь я разворачиваю к лицу. При помощи большого пальца я разделяю и выполняю рельефность. Фиксирую при помощи шпилек. Таким образом мы закрываем валик и создаем объем. С оставшимися прядями работаем аналогичным образом. Я слегка начесываю прядь, выглаживаю при помощи пальцев и выполняю задуманную форму. Обратите внимание, что я создаю рельеф при помощи большого пальца. Старайтесь отбирать пряди равномерно. Это даст вам возможность лаконично сделать форму. Я работаю с третьей прядью, так же, как и предыдущую слегка начесываю и формирую локон. Итак, прядь за прядью я работаю с оставшимися волосами. Редактор субтитров А.Семкин Причёску я закончила таким интересным мягким украшением, что дополнит наш свадебный образ. Научиться новой прическе и повысить свою квалификацию вы можете в моей новой студии, которая открылась в Кишинёве. Добро пожаловать! Майкмахер ТВ Майкмахер ТВ Майкмахер ТВ